12 лет я прочитал повесть о летчике, основанную на реальных событиях, самолет которого был сбит в воздушном бою в Великой Отечественной войне. При попытке совершить вынужденную посадку в лесу он упал с 30 метров. 18 суток летчик ползком передвигался по лесу и сумел таки выжить. Алексей Моресьев, так звали летчика, добрался до ближайшей деревни, где за ним ухаживали жители. Когда летчику оказали первую медицинскую помощь, врачи обнаружили у него гангрену и заражение крови. К сожалению, Алексею ампутировали обе ноги до колена, но несмотря на это он снова стал пилотом и подбил после травмы 7 вражеских самолетов. С того момента я начал думать о том, что пилоты это какие-то сверхлюди, я мечтал быть похожим на этих гладковыбритых волевых людей. После этой книги все мои следующие полеты я представлял как сам пилотирую судно, это я герой и уверенный в своих действиях человек. К сожалению, судьба распорядилась иначе, пилотом мне было не стать ни при каких условиях по состоянию здоровья, но полет для меня до сих пор это целый ритуал. Конечно, я уже не испытываю такого восторга, как и в детстве, но каждый раз, садясь в самолет, пытаюсь вспоминать те эмоции и чувства, что были у маленького школьника после прочтения книги. Конечно, пилотом мне уже не быть, а вот бортпроводником почему бы и нет. Естественно, для того, чтобы стать бортпроводником, нужно пройти обучение. Именно поэтому мне пришлось встать в 6 утра и поехать далеко за город, на тренировочную базу МЧС, где мы и проходили обучение. Это был реально серьезный опыт, потому что нас привели... Ну, я не могу назвать это самолетом, это была какая-то бочка, просто черная бочка, которая называлась... Как они ее назвали-то, господи? Муляж, тренажер. По одному человеку, используя противогаз, наш тренер, наш учитель, нас заводил этот самолет, где с помощью огнетушителя мы тушили очаги пожара. Когда я зашел в этот самолет, было действительно страшно, испытывал неоднозначные эмоции, потому что ты, во-первых, плохо что-то видишь, очки у меня запотевали, был очень тяжелый противогаз, я не знаю, как эти бедные девочки справлялись вообще с этой нагрузкой. Тебя постоянно за собой тянет тренер твой. Где-то на секунде 20 у меня уже отвалилась правая рука, потому что огнетушитель был действительно тяжелый. Я зацепился там за какую-то кочергу. В общем-то, в целом, я справился с заданием, было жарко, опасно. Если бы там не было нашего тренера, учителя, ну, наверное, я остался бы сидеть в этом самолете, как медведь в анекдоте. Видно было ровно ноль. Каким образом там должен был проходить оператор для того, чтобы все это заснять? Кажется, там просто расплавилась бы камера. А еще без маски там просто невероятно выжить. Просто никаким образом. Это невозможно. Второй день мне запомнился больше, потому что там уже был настоящий самолет и настоящие части самолета. Мы учились. Открывать-закрывать двери, я уже не помню, как этим профессиональным языком называется, летным. Я научился. У меня получилось практически с первого раза. Но хочу заметить, если бортпроводник весит меньше 45 килограмм, то, скорее всего, его сдует ветром во время настоящего полета. Потому что дверь реально тяжелая. Реально тяжелая, и надо прикладывать усилия. Конечно, со временем, возможно, и получится, если правильно применять рычаги и все вот эти вот, правильно нагрузку давать. Но вначале я уверен, что будет сдувать вместе с самолетом где-то в небо девочка улетит с этой дверью и все, и до свидания. Было два самых отличных задания. Там, где надо было рубить дверь и прыгать с батута. Это просто, знаете, напоминало, будто бы я пришел в парк аттракционов повеселиться. Но это важно. Это не просто какое-то веселье, а действительно нужно будет когда-то, наверное, применить эти знания. Прыгать надо определенным способом. Ты прыгаешь, поднимаешь чуть вверх ноги, чтобы во время того, как ты съезжаешь вниз, не поломал их пополам или на три части, как у кого получается. В общем, надо правильно прыгать, соблюдать определенную технику. В самолете было реально интересно. Мы все расселись и создавались различные ситуации. Например, возгорание. Надо было бортпроводнику доложить в кабину пилоту о том, что происходит в салоне. В общем, мы подвергались различным стрессовым ситуациям. Включался также звук паники для того, чтобы ты находился в стрессовой ситуации. Я хочу в туалет. Куда они все бегут? Ребенок! Да, я орал, как бешеная собака. И меня даже похвалили за то, что я действительно наводил панику. Я считаю, что я молодец. Я отработал. Когда мы сидели на своих местах, самолет начал резко кренить для того, чтобы мы поняли, как наш вестибулярный аппарат нас обманывает. Нас попросили встать, пройти по салону. Реально было непонятно. Было сложно. То есть он наклонен где-то на градусов 40, наверное, и тебе нужно пройти. Ты не понимаешь, как идти. У тебя не слушается тело. Ты хочешь выпрямиться, ты хочешь на бок лечь. В общем, очень странно себя ввел весь организм. Вот эти все упражнения, это правда приближение к реальной ситуации. То есть там действительно создается пожар. Тебе действительно нужно передавать в кабину пилота какие-то сообщения. Потом пилот выходит, говорит, что слышал. В общем, это было, правда, интересно. Было испытание на воде. Для того, чтобы погрузиться в воду, для этого есть специальный бассейн. К нему подставлено настоящее крыло самолета, и мы с него прыгали в воду. И там уже выполняли разные упражнения. Мне, конечно, показалось, что мы просто пришли в аквапарк повеселиться в какой-то момент, потому что я вообще не понимал, что происходит. И с жилетом управляться реально сложно. Может быть, я что-то неправильно понял, но когда ты находишься в воде и дуешь в эти трубочки, он поднимается до ушей, и ты ничего не слышишь, ничего не видишь. И приходилось просто постоянно на себя его давить. Девчонки, которые и несколько парней, которые были со мной в команде, они справлялись с заданиями профессионально, ну, практически профессионально, а я постоянно терялся. Может быть, я не так серьезно подходил к обучению, как они, но мне было очень весело. После того, как я прошел обучение, я на минут 15 примерно стал бортпроводником. Летим в Калининград. Аэропорт называется Храброво. Рейс несовмещенный. Номер самолета 341 Embraer. Это маленький Embraer 75. Там где по два места? Они везде, и на 95-м тоже по два места. Рейс у меня был Минск-Калининград. Летели мы примерно около часа туда. Почему в Калининград? Потому что в Москве был, в Питере был, а в Калининграде не был. Походили по городу пару часов. Очень понравилось, очень красивый город. Всем калининградцам. Огромный привет. Я на данном рейсе отвечаю за бортовое питание, а Андрей отвечает за бытовой инвентарь и за загрузку почты, багажа и груза. Придем на борт, значит, внимательно посмотрим аварийно-спасательное оборудование, аптечки на борту, так как самолет прилетел. Я бы не знал. Вот. Ну, в общем, и все. Летчиков мы уже... Я летчикам уже докладывала. Летчиков я уже видела. Двое пилотов, нас двое. И плюс один эльдар. Да. Я думаю, мы не должны очень привыкать. Все, сейчас полетим. Ой. Наши самолётики вот там стоят. Маленькие. Ну, они поменьше, конечно, чем Боин. Вот. А на Боингерском... На нашем самолёте, на котором мы полетим, будет 76 фейсов. Мы прошли проверку. Нас пустили в самолёт. Будем готовить его к полёту. Я не знаю, как это будет происходить, что я буду делать. Ну, самое важное... Попробуй, помните, что мы вообще... Понятно, спасибо. Но самое важное, что я буду раздавать людям конфеты. Собственно, за этим я сюда и пришёл. Я часто летаю и иногда вижу, что, ну, в каких-то местных рейсах действительно неадекватные пассажиры встречаются, которые выпивают и ведут себя достаточно странно. Ну, у нас... Как вот... У нас есть... У нас есть определённая инструкция по поводу действий с пассажирами в алкогольном опьянении и с пассажирами, которые себя неадекватно ведут на борту. Сначала они проходят определённый фейс-контроль до... до прихода в самолёт. А если уже... Если такой пассажир уже попал на борт, у нас есть инструкция, когда мы подходим, делаем устное предупреждение. Если человек не реагирует, у командира воздушного судна есть бланк письменный о предупреждении этого пассажира о том, что если он не прекратит использовать спиртные напитки на борту, значит, если уже там ситуация совсем неадекватная, вплоть до того, что мы можем посадить борт в промежуточном аэропорту, в запасном, если ситуация выходит за грани. Если ситуация не выходит за грани, значит, мы сообщаем службам по прибытии, и этого пассажира уже встречают полиция, либо, ну, в зависимости от того, какие-то внутренние войска, которые на данной территории этого государства, в которые мы летим, его уже встречают и, соответственно, принимают к нему какие-то меры. В нашей стране я знаю, что это всего лишь штраф. Просто я всегда думал, что на судне должен присутствовать какой-то человек, который контролирует поведение пассажиров для того, чтобы, если он неадекватный, там, пришел... Это заблуждение. Это заблуждение. Сиди! Перестегнул его наручниками. Это заблуждение. Мы не имеем права. Потому что по факту в небе этот человек может делать все, что угодно. Мы не имеем права, к сожалению. У нас нет таких полномочий ограничивать свободу другого пассажира, даже если он, ну, в пьяном состоянии. Эмоции я получил просто колоссальные, потому что никогда бы даже не мог подумать, что я хоть как-то приближусь к этой профессии. Да, возможно, в лет 19-20 у меня были мысли, зачем тебе это программирование? Есть же романтическая профессия бортпроводника, но, к сожалению, карты не сложились. И я очень рад, что попробовал себя в этой профессии. Сейчас бортпроводником я себя не вижу. Мне кажется, эта профессия слишком сложная, потому что нужно рано просыпаться, много времени проводить в воздухе. Нужно красиво, опрятно выглядеть, быть стройным, подтянутым молодым человеком, либо девушка. Я, знаете, лучше на стуле посижу. Проверяем аварийное освещение. А кому вы это говорите? Вот я сказала, это Андрею. Андрей проверил в хвосте, я проверила здесь и по всему салону. А, вы? Аварийное освещение есть правда. А, то есть вы даже так переговариваетесь. Да, это называется интерфон, который PA, passenger address, то есть это слышно все в салоне. Кнопка вызова бортпроводника горит. И по салону тоже вся индикация горит. Как вы понимаете, что вас вызывает? Где-то здесь что-то загорается? На рейнболу загорается. На связь с пилотом тоже через этот телефон. Вот это интерфон называется. Интерфон. Интерфон. Какие бывали самые странные просьбы от пассажиров у вас? Такого прям, что я могу вспомнить. Там не знаю, можно я покурю в туалете там? Это странная просьба. Или это классика абсолютно? Это классика абсолютно. Об этом не спрашивают обычно. Ну, сейчас все, я работаю 15 лет в авиакомпании. И сейчас я вам скажу, все меньше и меньше срабатываний детектора дыма в туалете. То есть пассажир стал более адекватный. Они понимают, что это сработает сигнализация, что все практически туалетные комнаты оснащены дымодетекторами. Вот я включаю дымодетекторы. Знаменитые, да? Блин, теперь захотелось взять вейп и реально попробовать туда подышать. Вот уже привезли пассажиров. Меня зовут Ильдар. Конечно. Очень приятно. Я буду встречать и говорить здравствуйте. Хорошего вам настроения. Счастья, здоровья, любви. Приятно. Приятно? А, вот это надо сказать. Я просто все пытался вспомнить, что нужно говорить. Что нужно еще сказать? А у вас? Это обязательно. Обязательно. А мужчинам не обязательно? Нету мужчин, нету такого. Как это правильно убор называется? Головной убор. Головной убор? Тюбетейка. Кто можно? Я приветствовал пассажиров, потом угостил всех конфетами, пожелал хорошего полета. В общем, то, что я обычно делаю в видеоблоге, делают бортпроводники каждый день. Но это конфеты. Не могу вам раздать, ребят. Как вы вообще справляется со стрессом? У вас он бывает или уже со временем вы абсолютно спокойно относитесь к неадекватным каким-то пассажирам? Ну, однозначно, с опытом, безусловно, учишься реагировать на какие-то стрессовые ситуации по-другому. Плюс у меня есть семья и двое детей, поэтому я стресс снимаю дома, у меня все в порядке. А у вас хватает времени вообще на личную жизнь? Ну, у меня муж, семья, двое детей, один ребенок 12 лет, один 5. Вот я с вами тут улыбаюсь в 7 утра, отлично. Мне кажется, просто вы очень сильно устаете, нет? Физическая усталость иногда накапливается, безусловно. Есть же какая-то наверняка вредность. И вредность есть, и давление в самолете. Молоко должны давать. Да, молоко за вредность не дают, но тем не менее. И, конечно, перегрузки, и ночные перелеты, когда у тебя сбит график, у тебя нет стабильного графика. Но при этом, если у тебя надежный тыл, если твои родные и близкие не против, а наоборот помогают тебе в этом, ну, тогда все в порядке. А вот есть у вас какое-то особое отношение там к бизнес-классу либо к эконом-классу? Какой-то разный у вас подход к ним? Дело в том, что вы должны понимать, что в бизнес-классе больше 12-14 пассажиров обычно не бывает. И, соответственно, индивидуальный подход там в любом случае присутствует. И он, поэтому и бизнес-класс для того, чтобы каждому человеку максимально уделить внимание. В эконом-классе может быть и 168 пассажиров. И если там трое ребят, девочек работают, понятно, что это все равно в процессе меньше внимания. Хотя в любом случае мы откликаемся на индивидуальные просьбы, например, там водички до вылета или еще что-то. Давайте более уважительно относиться к персоналу самолета, в частности к бортпроводникам. Профессия у них, правда, тяжелая, постоянные нагрузки. И создавать им лишние проблемы, я думаю, не стоит. Нужно быть человечным. А также хочется сказать, что если вы боитесь летать, это вообще бессмысленно. Самолеты самый безопасный вид транспорта, вы это прекрасно знаете. И ваш страх только у вас в голове. Молодые люди, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Мы очень старались. Давайте наберем хотя бы лайка 3 на этом ролике, 16 просмотров, и выйдет следующая серия. Я уже, знаете, не строю никаких надежд. Просто делаю то, что нравится. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, я, приятный Ильдар. Всем пока.